Скандал с олимпийской спортсменкой Тимановской, которые пытались насильно вернуть в Беларусь, интервью главы СВР Сергея Нарышкина, сын депутата от ЕР отнял у людей пастбища, пожары в Якутии и Турции, кому помогает Россия? Обо всем этом в сегодняшнем новостном выпуске и о многом другом. Я Майкл Наки, вы находитесь на моем канале, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите видео до конца, делитесь с друзьями, это все помогает распространению ролика, что сейчас критически важно в момент, когда все меньше и меньше осталось источников информации. Спасибо каждому, кто это делает, спасибо каждому, кто помогает распространять эти ролики путем описанных выше действий. Ну и особенная благодарность тем, кто поддерживает канал на Патреоне, сейчас начался август, поэтому подписывайтесь на Патреон, там вы финансово сможете помочь каналу для выпуска новых роликов и уже в грядущую субботу с частью патронов, будет созвон в зуме, поэтому не пропустите, подписывайтесь сейчас, ссылка будет, естественно, в описании. Ну а теперь переходим к новостям ушедших дней. Одна из самых громких историй, которая произошла на Олимпиаде, это история со спортсменкой Тимановской, которую Белорусская Федерация пыталась насильно заставить вернуться в Беларусь. Но, слава богу, Тимановская смогла обратиться к правоохранительным органам в аэропорту, куда ее уже привезли, чтобы отправить в Беларусь обратно, и там она обратилась к правоохранительным органам, и смогла все-таки пока остаться в Токио, и поедет, скорее всего, в Польшу, там уже сказали, что ей готовы дать временную визу. Но что вообще произошло, давайте разбираться по порядку, и что самое страшное в этой истории, я вижу здесь несколько ответов, часть из которых в том разговоре, который был у Тимановской с представителями Федерации, а часть из которых то, что Беларусь буквально превращается уже в Северную Корею, откуда сбегают, значит, люди, и это стоит им немалых усилий. И так началось все с того, что она рассказала, что ее без предупреждения заявили на дополнительную дистанцию на Олимпиаде. С тафету 4 по 400 метров Тимановская должна была заменить одну из спортсменок, отстраненных, по ее мнению, по вине спортивных чиновников. После того, как бегунья выложила это видео в Инстаграм, ее осудили на белорусском телевидении и в провластных телеграм-каналах. Кристину Тимановскую после этого 1 августа сняли с Олимпиады и попытались увезти из Токио вопреки ее желанию. Спортсменка рассказала, что 2 августа должна была участвовать в предварительном забеге на 200 метров, но руководство белорусской делегации на играх в Токио потребовало от нее вернуться в Беларусь. И тут надо понимать, чем было вызвано ее возмущение. Дело в том, что спортсмены у них разные дистанции, и они готовятся к этому почти всю жизнь. И для профессиональных спортсменов это большой стресс, если их ставят не на их дисциплину. Я не являюсь специалистом в спорте, но те, кто комментировали это, в том числе спортивные обозреватели, говорят, что если ты бегаешь 200 метровку, а тебя ставят на 400 метровку, то это как будто бы человека, который занимается боксом, поставить просто на борьбу. Ну то есть понятно, он не сможет там хорошо выступить, это потребует от него много сил, потому что он не к этому готовился. И произошло это из-за того, что, как говорит Тимановская, федерация белорусская спортивная, не додала какие-то документы, которые необходимы были для того, чтобы спортсменки пробежали эту дисциплину 4 по 400 эстафету, и, собственно, там допинг-проб было недостаточно или что-то в этом роде. И ответственность перевалили на нее, поставив в вид фактически спорта, в ту дисциплину, в которой она не выступает и не готова была выступать. Но самое страшное не в этом. Подумаешь, спортивные какие-то перипетии, то есть для этих людей это все трагично наверняка, но, слушайте, для нас, окей, это чья-то трагедия, но это чья-то спортивная трагедия. Но это в итоге стало политической трагедией, потому что ее хотели заставить вернуться в Беларусь, снять соревнований, заставить ее сказать, что у нее травма. И непонятно, что бы с ней там было после ее высказывания критического о спортивном начальстве. В нынешней Беларуси не то, что любое там оппозиционное высказывание, а вообще любое высказывание, которое отличается от линии партии, карается в лучшем случае уголовным сроком. И поэтому понятны ее опасения. Прибыв в токийский аэропорт, Тимановская обратилась к дежурившим там полицейским с просьбой о помощи. При этом параллельно она начала рассказывать, что вот ее недобровольно пытаются вернуть в Беларусь. И когда заявление попало в СМИ, в аэропорт приехало множество журналистов. Тимановская тогда зашла в отделение полиции, расположенное в аэропорту, и как она оттуда выходила, журналисты не видели. Утро 2 августа сообщили, что спортсменка в безопасности, это сообщили в МОК, она провела ночь в отеле при аэропорте. Также в интернете появилась запись разговора, собственно, Тимановской с руководителями олимпийской сборной Беларуси по легкой атлетике. Вот это одно из самых ужасных вообще в этой истории, помимо того факта, что ее пытались насильно вернуть обратно в Беларусь. Там 2, значит, человека в возрасте 60-летних, очень долго ей говорят, угрожают, притворяются добрыми полицейскими, потом злыми полицейскими, говорят, что может быть все хуже. Говорят ей, что, значит, вот мы тоже были молодыми, тоже были на твоем месте, но иногда надо просто перетерпеть. Обращались к поговоркам, обращались к христианскому смирению и все такое. И вот эти люди, это, конечно, та конструкция, на которой держатся вот эти авторитарные решимы. Те, которые начинают, значит, рассказывать, что нет, ну нужно потерпеть, ну войдите в положение, ну все не так плохо, но если вы так не поступите, то будет только хуже. Отдельная, ну хочется сказать, Кохма, но не Кохма, а трагедия, в том, что они прям настоятельно требовали вернуть 150 долларов суточных, не то чтобы Тимановская сопротивлялась, но для них это прям был важный пункт, что вот, значит, надо эти 150 долларов обязательно вернуть, это безумно-безумно важно. И здесь вот этот разговор, он прям, я вешал его у себя в Твиттере, да и вы можете сами его найти, я, наверное, ссылку в описании тоже где-нибудь оставлю, расшифровку от Медузы, это прям чудовищно, то есть вот эта классичка, они говорят, да ты молодая, ты глупая, значит, да мы на твоей стороне, да мы попробуем сделать, чтобы все было нормально. Но видно, что она им не верит, и видно, что она говорит, я опасаюсь, что у меня будет там уголовное преследование в Беларуси, и Тимановская говорит об этом и сейчас, и ее можно понять, потому что Беларусь сейчас преследует за все, за что угодно, и я, наверное, в скором времени выпущу ролик в среду или в четверг про то, как Беларусь вот превратилась в абсолютный, ну если не Северную Корею, но что-то близкое к ней. У меня ролики про Беларусь не очень хорошо заходит, но я все равно считаю важным об этом рассказывать, вот, будет здорово, если вы придете, посмотрите. Ну, в общем, вот эта конкретная ситуация, она, конечно, наделала очень много шуму, и все переживали за Тимановскую, и надеялись, что токийская полиция и мог не отделывать с простыми, знаете, как мы выразили, озабоченность, а предпримут какие-то действия. В итоге Тимановская получила польскую гуманитарную визу, об этом сообщил 2 августа замглавы МИД Польши Мартин Пшидач, он заявил, что Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Муж Тимановской, который тоже находился в Беларуси, это тренер Арсений Зданевич, к счастью, успел уехать из Беларуси на территорию Украины, поэтому находится в безопасности. Однако появляются сообщения, что проводятся обыски у родственников Тимановской, не знаю, насколько это правда, будем следить за развитием событий, но хорошо, что эта история закончилась вот так, что, значит, все живые, все здоровые, все на свободе, я надеюсь, с Тимановской все будет хорошо, но просто посмотрите на эту ситуацию, в какое государство превратилась Беларусь при вот Александре Лукашенко сейчас, да, как он все подавляет и как вот просто за эфир в Инстаграм, который не связан с политикой, который не связан ни с чем оппозиционным, а человека просто хотели вернуть и, скорее всего, действительно завели бы на него дело. Уж не знаю, связано ли это с тем, что Тимановская, это фамилия, которая соозвучена, с Тихановской, но поговаривают, что это решение, которое принимал лично Лукашенко. При этом МОК допустил введение новых санкций против Беларуси из-за ситуации со спортсменкой Тимановской. Я надеюсь, что действительно белорусская элита поплатится за то, что они сделали, потому что все это не соответствует не только каким-то олимпийским стандартам, а просто человеческим. Но человеческим стандартам не соответствует в последнее время много. Кто, к сожалению, докоснулся нашей с вами страны, России и дал много интервью глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Собственно, я не хочу обсуждать сами эти интервью. Там стандартный набор вот этих вот абсолютно нечестных, несправедливых обвинений, лжи, потоки лжи и про Навального, про его отравление, что, мол, это немцы сами что-то вот подсыпали, то есть не отравили даже Навального, а то, что вот в его анализах показали определенные биомаркеры, это все они там сделали. При этом я напомню, что до сих пор нет уголовного дела по факту отравления Навального, и это является ярким подтверждением того, что действительно версия об отравлении российскими спецслужбами ФСБ соотносится с реальностью и нет никаких проверок в отношении перечисленных там людей, но это все неважно. Сергей Нарышкин очень много о чем говорил, он говорил о том, что, например, за всеми независимыми изданиями, такими как проект «Важные истории», «Инсайдер», стоит ЦРУ, но почему-то, значит, вместо того, чтобы найти, как имя управляет ЦРУ, их признают то нежелательными организациями, то, значит, иностранными агентами, хотя пишут они правду, они пишут о том, как воруют, они пишут о том, как врут, и они те немногие издания оставшиеся, которые продолжают это делать, потому что все остальное раздавили, начиная с разгона НТВ и заканчивая, собственно, предупреждениями, которые получают там относительно крупные полу-независимые СМИ сейчас в России. А также Сергей Нарышкин говорит про предателей и про то, что, значит, вот он-то на предателей насмотрелся. Причем забавное совпадение, когда он говорит, что он знал одного предателя в 80-х-90-х годах, а потом говорит, что, значит, познакомиться с Путиным в 80-х годах совпадения? Не думаю. Но предателями сейчас он называет тех, кто уехал, тех, кто, значит, выступает за санкции против российского руководства, против российских олигархов путинских, против российской власти. Но на самом деле настоящим предателем является Сергей Нарышкин. Потому что мало того, что он рассказывает весь этот бред, и если он искренне в него верит, то он некомпетентен, его надо убирать с этого поста, если он лжет, то его надо убирать с этого поста. Мало нам всего этого, так он на самом деле буквально зависим коррупционно от бизнесмена азербайджанского года Ниссанова, о чем рассказывал проект достаточно подробно. Он ходит в кабинет года Ниссанова и, собственно, с ним якшается, с ним на очень близком контакте, коррупционно от него зависит. И это было бы не так плохо, если бы это не противоречило российским интересам, в том плане, что год Ниссанов, представитель Азербайджана, который, как вы, может быть, помните, звонил Соловьеву, отчитывал лично его за то, что тот в эфире мало хвалит Азербайджан и вот как-то на стороне Армении во время конфликта вокруг Карабаха. То есть, это буквально человек, который лоббирует интересы другого государства, в том числе лоббировал их во время войны в Карабахе. И я тут не говорю о том, кто прав, кто виноват в войне Карабахи, я говорю лишь о том, что представитель одной из конфликтных сторон, причем, а именно с Армении и России входит ВДКБ, да, с Азербайджаном нет, Азербайджан вышел в свое время из ВДКБ и при этом год Ниссана влияет на российских государственных деятелей, таких как Сергей Нарышкин. А Сергей Нарышкин глава внешней разведки. И если представить, что Путин действительно ориентируется на вот папочки, которые ему приносят, то представьте, какие папочки приносил ему зависимый от азербайджанского бизнесмена Сергей Нарышкин. И это государственная измена, это настоящее предательство. И, конечно, Сергей Нарышкин должен нести за это ответственность. Но ему куда легче раздавать интервью под властным подсосом типа Соловьева и рассказывать, какие вокруг все ужасные, как ЦРУ хочет развалить Россию, как везде строятся заговоры. Это понятно. Но сам Нарышкин ставит свои личные интересы выше интересов во внешней политике Российской Федерации. И, учитывая его должность, это, безусловно, предательство. Видел анонс, что сегодня будет эфир Милова, где он подробно будет говорить о Сергее Нарышкине и о том, почему он предатель. Сам с удовольствием посмотрю, вы тоже посмотрите. И вообще, вы знаете, когда мы говорим о предательстве, когда мы говорим о том, кто делает что-то хорошее для страны, а кто делает что-то плохое, неизменно речь заходит об окружении Путина, у которых все становится только лучше. Об окружении Путина, который даже сейчас, во время пандемии, во время экономической стагнации, умудряется каким-то образом зарабатывать все больше и больше, при том, что люди едят все меньше и меньше. Так стало известно, что совокупное состояние богатейших россиян увеличилось еще на 40 миллиардов долларов с начала 2021 года. И надо понимать, что это не какие-то успешные бизнесмены, которые там, не знаю, сделали какой-то прорыв. Это люди, которые являются по большей части окружением Владимира Путина. Собственно, тех, кто увеличил свое состояние, вы видите сейчас на экране. Это Эльша Рустманов, это Леонид Михельсон, это, собственно, Потанин. Если вы захотите, я как-нибудь смогу рассказать поподробнее об этих людях, как они пришли к своему состоянию, почему без Путина их состояния бы не было? Почему это не меридократические какие-то, знаете, истории, когда вот там Геннадий Тимченко какой-нибудь взял и снизу пробрался? Нет, это история, связанная с тем, что им перераспределяли деньги фактически из государственного, ну, не всегда бюджета, но иногда из государственных недр или, собственно, им удавалось с помощью своих связей в государстве каким-то образом овладевать весьма дорогими активами и управляют они ими весьма неэффективно. И вот эти люди богатеют даже сейчас в кризисный год. Параллельно глава счетной палаты Кудрин рассказывает о том, что в России все очень плохо с экономикой. Как же плохо? Алексей Кудрин, ну, смотрите, вот богатеют богатейшие россияне, наверное, все супер, хорошо, но почему-то Кудрин так не считает, при этом дает советы, ну, которые вам может дать, я не знаю кто, какой-нибудь ваш друг девятиклассник, если такой нет, или сын девятиклассник, или племянник девятиклассник, у него отличные советы. В общем, что рассказывает Кудрин? Он отметил, что темпы экономического роста в среднем за последние годы достаточно низкие, согласно данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 13-20-х годах составил только половину процента. По словам чиновника, помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4-5% в год может помочь новое качество экспорта в наращивании внутренних инвестиций. Мы должны стать более конкурентно способными для экспорта, говорит Кудрин. Вообще экспорт для российской экономики это бесконечная вселенная. Сейчас экономика спроса ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти. Это старая модель. Если мы становимся более конкурентно способными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен. Казалось бы, ну, все по делу. Типа, с экономикой плохо, надо делать, чтобы было хорошо. И что же он предлагает? Может быть, он предлагает чиновникам перестать воровать? Или, может быть, он предлагает Владимиру Путину перестать вести изоляционистскую внешнеполитическую кампанию? Или, может быть, он предлагает у силовиков забрать все коррупционные накопления и, ну, сделать так, чтобы коррупции в России становилось меньше? А может быть, он предлагает перестать сажать бизнесменов, оппозиционных политиков и разгонять СМИ? Нет, предложение его заключается в другом. Кудрин предложил создавать такие товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как айфон. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5% и выше. Отличный совет, не правда ли? Мне кажется, это что-то из разряда советов. Если нет хлеба, то ешьте пирожные, или если грустите, то не грустите. Хотите покушать, хотите покушать, ну, или лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. План отличный, да? То есть, прям завтра берем и создаем что-то типа айфона. Во! Отличный план. А что же не получилось-то? Почему не получается все это сделать? Что останавливает российскую экономику, науку? Что все это останавливает? Останавливает очень простые вещи. Вещи, связанные с тем, что не может в экономике, которая полностью построена для того, чтобы люди, находящиеся в вертикале власти, пилили деньги бесконечно себе на дворце, не может там ничего появиться. Но это не все хорошие новости на сегодня про то, что стоит лишь нам изобрести новый некий айфон и все станет хорошо. Нет, есть другие, есть другие замечательные новости. Я вам неоднократно рассказывал, что когда разберутся со всеми политическими, или когда их станет совсем мало, а репрессивная машина не будет останавливаться, она будет продолжать идти в сторону цензуры, в сторону протоколов, административных, собственно, арестов и всего остального. И вот часть из этого уже входит в нашу жизнь. Так, например, репертуар театров проверит на соответствие стратегии национальной безопасности. Что такое стратегия национальной безопасности, я рассказывал вам вот в этом ролике, с которым была очень странная история. Вы его отлично смотрели в первый день, когда он только вышел, но прекратили смотреть на второй вообще, не знаю почему. Там я подробно рассказываю, что написано в стратегии национальной безопасности. Это абсолютно мракобесный документ, который можно было представить только в какой-нибудь антиутопии, но в итоге вот он, и по нему будут проводиться различные вещи, приниматься соответствующие нормы, и вот организовываются такие проверки. Там написано, что России угрожает мат, иностранное влияние, что главное скрепы и духовность, там буквально все прописано, посмотрите ролик обязательно, вы будете понимать, что нас ждет в ближайшие годы. И вот теперь спектакли проверят на соответствие этой стратегии. Это происходит после спектакля современника «Первый хлеб». Общественный совет при Министерстве культуры проведет слушание по репертуару театра в части соответствия вот этой самой стратегии национальной безопасности. Об этом рассказал председатель общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов. Да, это человек, который буквально дальний родственник того самого Лермонтова. Но если тот воспевал свободу, честь и отвагу, то этот воспевает мракобесие и стратегию национальной безопасности. Мы в ближайшее время будем проводить общественные слушания и общественный совет при Министерстве культуры по вопросу репертуаров театров в части соответствия из недавно утвержденной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным стратегии национальной безопасности, в которой есть огромный раздел касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических. Конкретно все это прописано, сказал Лермонтов. Я с Лермонтовым согласен, там действительно все это прописано, и волосы встают дыбом, когда ты это читаешь. Поэтому театром приготовиться это уже приход полномасштабной полновесной цензуры в изначальном смысле этого слова, когда нельзя писать, нельзя ставить произведения, нельзя петь вещи, которые не соответствуют каким-то государственным нормам и стандартам. Хотели, как говорится, получили. Вы вряд ли хотели, но все равно получили. Для того, чтобы этого не было, для того, чтобы это предотвратить, придется предпринять какое-то количество усилий и не дать стране окончательно скатиться вот в эту бездну мракобесия. К сожалению, на данном этапе пока мы за этим исключительно смотрим, но в ближайшее время будут выборы, как вы помните. Выборы будут уже в сентябре, совсем скоро, и власть очень переживает по поводу этих выборов, потому что, собственно, рейтинг власти, ее репутация и доверие к власти сейчас на каких-то минимальных значениях. И поэтому они очень нервничают. И поэтому они активно используют те инструменты, которые они создали себе для подстраховки. Например, признание Фонда борьбы с коррупцией экстремистами и ту статью, которую они специально сделали, ту недавнюю правовую норму, которую, собственно, можно лишать пассивного избирательного права, людей, которые сотрудничали с Навальным или что-то такое. Проблема в том, что трактование даже этой нормы максимально широкое. И вот по этой новой норме отказали сразу четырем кандидатам. Буквально вчера, 2 августа, избирательная комиссия отказала в регистрации четырем кандидатам в Горсовет Берска на основании писем Минюста. А в этом рассказали, собственно, в телеграм-канале Коалиция Новосибирск-2020. С выборов сняли Сергея Косова, Вячеслава Якименко, Ольга Нечаева, Илью Пуховского. Они кандидаты от Коалиции Беркс-2021. Там написано, что Коалиция планирует обжаловать это решение в суде. Ну вот конкретно Ольгу Нечаеву, например, сняли буквально за юридическую помощь задержанным на митингах. Там написали вы оказывали им юридическую помощь, поэтому мы вас снимаем. Это незаконно, даже с точки зрения этой новой нормы, нечестно, несправедливо и показывает, как сильно боятся власти вот кандидатов даже на таком мелком региональном уровне. Ну как мелком? Не мелком, важном на самом деле, но я имею в виду, что не на федеральном уровне. И да, это, к сожалению, вот те вещи, которые происходят прямо сейчас по всей стране. Совершенно мы не успеваем за всеми ними следить. Тем не менее, нужно свой фокус держать на таких вещах. Но есть еще у нас и стихийные бедствия. Это пожары в Якутии. Там продолжаются они и в состоянии на 2 августа на территории республики действовали 164 лесных пожаров в 16 районах. Этот снимок был сделан, например, в 15.30 по местному времени в селе Чагда Кабайского Улуса. Красный цвет небо на снимке приобрело из-за дыма от пожаров. В других же двух селах в Кабайском Улусе дым днем 2 августа полностью закрыл солнце и на некоторое время наступила полная темнота. Вы видите ее на кадрах. Время, которое вы видите на кадрах, 15 часов дня. Это катастрофические пожары и на самом деле их причины лежат не в природной плоскости. 9 из 10 возгораний, которые приводят к таким пожарам, это дело рук людей. Более того, были сильно сокращены как это, лесничие, ну вот там есть специальная была лес, хоз, что-то там подготовка или как-то так она называлась. Это было сильно упразднено. Из-за этого такое количество пожаров в лесах у нас каждый год происходит. Но в этом году то, что горит в Якутии, это просто гигантские масштабы. И вот буквально, вы видите, это закрывает небо. К сожалению, федеральные власти хоть и обращают на это внимание, но делают это не так рьяно, как на театры или что-нибудь еще. И помощь, которая выделяется, совершенно недостаточно для того, чтобы с этими пожарами справятся. Люди теряют дома, люди теряют вообще все, что у них когда-либо было, не говоря уже о том, что огромное количество леса сгорает прямо сейчас, прямо там, в Якутии. Другие заметные пожары происходят в Турции, в Анталии и Мармарисе. Там пять очагов, которые пока не удавалось взять под контроль. Туристов эвакуировали с пляжей, и российские туристы, значит, уже уезжают оттуда, отменяют билеты. Но сеть наводнила большое количество фотографий, где там, значит, купаются люди на фоне столбов дыма. Почему меня вообще интересуют пожары в Турции? Ну, во-первых, это всегда неприятно, такие большие катастрофы, которые бьют по людям, которые разоряют дома и деревни. Но здесь есть маленький нюанс. Нюанс заключается в том, что российские власти помогают Турции, пока горит Якутия. Так, российские власти заработали на тушении турецких лесов 24 миллиона долларов. Именно столько стоят услуги трех самолетов-амфибий Бе-200, которые были отправлены в Турцию для того, чтобы помочь Эрдогану. Я не думаю, на самом деле, что дело в деньгах. Я думаю, это какое-то некое налаживание отношений с Турцией или какие-то договоренности, уж не знаю, чего касающиеся. Но факт остается фактом. Пока горит Якутия, в Турции летают самолеты-амфибии, которые тушат пожары. Наши, российские самолеты-амфибии. И я не против помощи и взаимовыручки. Помощь и взаимовыручки, это очень хорошо. И когда одна страна помогает другой, это здорово. Но никогда у тебя в стране есть нерешенная проблема, а ты перекидываешь ресурсы в другую страну. Более того, те местные жители в Якутии, которые просят о помощи у международных различных организаций или у Леонардо Ди Каприо, за это получают по шапке от администрации поселков и районов. И, собственно, те потом открещиваются, говорят, нам никакая помощь не нужна, мы со всем справляемся. Хотя они совершенно не справляются. Это очередной пример лицемерия. Лицемерия, когда для интересов, там, я не знаю, отдельной группы лиц, самолеты посылаются не в Якутию, а в Турцию. В Якутию тоже было послано, но, кстати, даже меньше, чем самолетов в Турции. Вот этих самых самолетов амфибий, которые тушат пожары. А при этом, с другой стороны, простым людям не дают возможность спросить о помощи у других стран, которые могли бы действительно помочь. Но это в целом история, которую я вам давно объясняю. Проблема в том, что действия российских властей сказываются не только на тех, кто хочет политической оппозиции или политической свободы, или ходить в театры без цензуры. Они сказываются вообще на всех людях. И неважно, живете вы в Якутии, или, может быть, вы пасете коров на Урале, о чем поговорим чуть дальше, или, может быть, полицейский сбил вас на машине и добил для того, чтобы уйти от ответственности. Это все истории, которыми полна Россия. Это все истории про деградацию власти. Это истории про то, что каждого человека это касается, независимо от того, интересуется он политикой, не интересуется. Так, например, на Урале власти отдали пастбище сыну депутата, а жителям предложили выпасать скот на свалке. Это на юге Челябинской области произошло. Там конфликт между жителями и властями небольшого поселка Калиновский в Чесменском районе. Сельчане жалуются на то, что администрация отдала в аренду единственный пригодный для пастбища участок. Арендатором стал, естественно, сын депутата Единоросса и родственник главы этого поселения. При этом глава поселения Анна Блинова полагает, что ситуация вышла в публичную плоскость исключительно из-за выборов. 19 сентября здесь должны выбрать депутата по одному округу в сельский совет. Говорит она, что есть человек 10 недовольных, один из них кандидат от оппозиционной партии. Вот и все объяснение. Но жители говорят, что выборы их мало волнуют, а вот административное давление они уже почувствовали. Про кого-то внезапно вспомнили органы опеки, решили проверить, как живут приемные дети, кого-то проверяет налоговая, а кого-то полиция на предмет сбора незаконных собраний. И, собственно, вы можете почитать полностью эту публикацию на знаке Ком. Это вот целый репортаж. Туда ездил репортер знака Ком. И по факту ситуация следующая. Вы пасали коров, там почти 100 голов коров, ну типа 100 коров, 98 там коров, их пасли на пастбище на единственном пригодном. В итоге это пастбище сдали в аренду вот этому сыну депутата Единоросса, а местным жителям сказали, а вы своих коров водите на свалку. И они действительно сначала попробовали, отвели вот на поле, где свалка, но коровы там заболели в большом количестве. Теперь они борются, чтобы как бы, ну им дали возможность нормально жить, нормально работать. А у нас же постоянно говорят про импортозамещение, про сельское хозяйство. Вот такое вам сельское хозяйство. Потому что есть, извините меня, сыночек депутата, и ему очень понравился этот участок. Другая дикая история. Красноярский хирург и депутат горсовета КПРФ Игорь Гринев рассказал, что врачам приходится самостоятельно покупать дрели для трепанации черепа в хозяйственных магазинах. Давайте посмотрим фрагмент. Мы для того, чтобы оперировать, трепанировать череп, мы покупаем дрель в хозяйственном магазине. То есть есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить. И у нее нет денег на это. То есть министра Нимика это не волнует совершенно. Понимаете, в чем дело? То есть то, что мы оперируем хозяйственной дрелью, это вообще куда годится-то? Естественно, в больнице сказали, что все не так, у нас все есть, но у нас нет ни одного повода им верить, потому что люди, которые являются чиновниками, а судя по описанию, администрация больницы заинтересована в том, чтобы быть чиновниками, агитировать за Единую Россию и все остальное, никогда не говорят правду. И вот такая ужасная ситуация буквально вот в этой клинике, где люди вынуждены работать на инструментах, которые не предназначены для этого. Понятно, что это повышает риски, это повышает опасность, особенно в таких сложных операциях. Но это еще не все с историями на сегодня. Я часто вам стал рассказывать про действия сотрудников МВД. И на мой взгляд, это безумно важно, потому что это вот та структура, которая больше всего отравляет жизнь простым людям. Люди не доверяют им, люди переходят на другую сторону улицы, когда видят полицейских. А полицейские действительно раз за разом показывают, что огромное количество людей, которые есть в этом ведомстве, в МВД, это просто какие-то отборные садисты, преступники, и место их, конечно, в тюрьме, но совершенно по другую сторону, как раз за решеткой. Чудовищная история произошла в Самаре. Начальник отделения полиции по особо тяжким преступлениям Самары сбил на машине школьницу, а затем зарезал ее, чтобы скрыть следы ДТП. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. В плане собеседника агентства подозреваемый сбил девушку, когда она вечером отправилась на пробежку. Чтобы скрыть следы преступления, он решил ее убить и несколько раз ударил ножом. Однако в этот момент полицейского увидели местные жители, и он попытался скрыться. Собственно, следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства 15-летней самарской школьницы. По подозрению, в убийстве задержан сотрудник полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения. И в Рио начальника ГУМВД России по Самарской области Токарев по данному факту назначил служебную проверку. И на том спасибо. Но факт остается фактом. Мы каждую неделю с вами видим, что то найдут у кого-то огромные накопления, то значит кто-то шокером убивает пьяного человека, который просто лежит в машине и не представляет никакой угрозы. То значит в Анапе изнасиловали девушку на пляже, тоже сотрудники полиции то в Калининграде обварили кипятком. Это совершенно разложившееся ведомство и структура. И безусловно начальник колокольцев. Глава МВД должен быть снят со своего поста. Потому что он мало того, что никак не реагирует на такие истории, но так он еще помимо прочего тоже связан с организованной преступностью, о чем было расследование у издания проекта, которое ныне признано нежелательным. И к сожалению в таких условиях нужно так сказать менять целиком эту систему МВД. И чем дольше она продолжает существовать в таком состоянии, тем сложнее потом ее будет переработать и тем сложнее будет понимать, что делать со всеми этими людьми в этом ведомстве после того, как власть поменяется. Потому что, конечно, там люди упиваются собственно безнаказанностью, получают во много раз больше оправдательных приговоров, как я рассказывал в предыдущем видео, что вот по там даже тяжким статьям они получают приговоры оправдательные куда чаще, чем обычные люди не силовики. И это проблема, которая до сих пор с нами остается. А с вами был Майкл Наки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся с вами совсем скоро в новых видео. Самые уморительные на этой неделе это, конечно, реклама вакцинации на ТВ3, где гадалки говорят, значит, идите вакцинируйтесь. И это безумное сочетание, которое я, конечно, одобряю. Почему нет? То есть, коль скоро люди доверяют к чему-то такому, то почему вы не обратите это в мирное русло? Но загуглите ТВ3, реклама, вакцинация, не пожалеете, обещаю.